Так, друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас будет такой обзор EDC ножей, потому что в нашей линейке, те, кто следят за нашим брендом, как вы знаете, есть пополнение. И теперь есть что сравнить и на самом деле сказать про каждый нож, по крайней мере, вот даже тот же Ronin, я уже там, как он появился, да, у нас ношу, ну еще и прототип носил, поэтому есть что сказать. Ну и сравнивать мы будем на самом деле сегмент 10-сантиметровых ножей. Это, наверное, самый популярный сегмент по EDC ножам, если взять целиком рынок ножей. Ну, потому что, во-первых, сам клинок, он почти что идеального, можно сказать, размера, да, конечно, есть какие-то работы, которые мы не можем выполнять 10-сантиметровыми ножами, но в целом, как бы, считается вот таком самым емким сегментом ножевого рынка. И вот на этом емком сегменте ножевого рынка у компании Dagger, то есть у нас теперь уже 5 моделей, то есть первый, конечно же, вы все прекрасно знаете, Arrow, это частично, можно сказать, один из столпов нашей компании. Я говорю, что у нас есть 3 модели, 3 столпа, да, это Arrow, это Vendetta и это Кощей. Вот, следовательно, в сегменте 10-сантиметровых ножей это Arrow. Arrow, я бы сказал, что выбирают люди, которым, ну, реально нужен вау-эффект, это он смотрится круто, он вот такой вот агрессивный, он уже в последних итерациях со всеми доработками, обновлениями с клипером, хотя изначально он был без клипера, у него есть темлячное отверстие, изначально он был без темлячного отверстия, ну и клипса глубокой посадки, полностью с двух сторон G10 и полностью черная фурнитура, да, вот это последняя, ну, если мы говорим про Arrow Black, да, в последней, последней, там, поколении, если вот так выражаться. Вот. Также среди других, другая модель это Sting, конечно же, да, база такая же, как и на Arrow, но в отличие от Arrow здесь нету темлячного отверстия, и здесь уже геометрия клинка немного более спокойная. Да, тот же гринд прослеживается, если мы будем смотреть таким образом, вы увидите тот же, ну, копеобразный кинжальный, ну, не кинжальный, потому что нету гринда, а так, в целом, форма кинжальная. Когда нас спрашивают, а почему бы здесь вот этот чойл, да, то есть изначально, да, вот смотрите, обратите внимание, во-первых, на Arrow этот кинжал, следовательно, вот здесь нужен был, и здесь мы хотели, да, то есть просто сделать высокие там спуски, не кинжальный гринд, и, следовательно, вот этот чойл, он и появился для того, чтобы иметь симметрию, вот, чтобы больше на кинжал он был похож. Я скажу так, что Sting, наверное, это очень популярная модель, мы его, ну, на самом деле, немножко обновили, скоро появится, да, в этом месяце уже Sting All Black, да, поэтому будет отдельный обзор про этот нож, но в целом это вот такой, знаете, нож для любителей вот более классических форм, более, там, каких-то невызывающих, может быть, там, строев, клинков, потому что на самом деле, вот, ну, из-за незнания и так далее, многие до сих пор нам пишут в директ и думают, что этот нож на самом деле холодный, запрещенный и так далее, ну, вот, потому что тут есть у нас дол, что у него такой опасный строй кинжала, поэтому, ну, те, кто вот не хотят кинжал иметь, а хотят вот такие более классические формы, там, да, вот, прямые спуски, они выбирают Sting. Часто еще говорят, что Sting режет лучше, но, условно говоря, да, отчасти это верно, но на самом деле не такая большая разница, вот, когда говорят, вот, поверьте мне, что Эру хорошо работает, что Sting хорошо работает. Единственный минус, если сравнивать эти два ножа, вот, просто с точки зрения практики, единственный минус – это Sting гораздо легче точить. То есть, если вы точите на профиле или на других оснастках, да, то есть, ну, устройствах заточных, то Sting позволяет, так как здесь вот такой чел он открытый, то есть, очень удобно его точить. Просто выставили угол, положили, ну, и пошли туда-сюда. Что касается Эру, ну, для нас не проблема Эру точить, но если человек хочет просто поставить и заточить, вот это уже будет проблема, потому что с Эру надо немножко повозиться, потому что если вы просто поставите и будете точить, то вы можете, вот, здесь, как бы, питы нету, но, вот, как бы, есть вот такой вот, как это сказать, вот, гринт, вот этот кинжальный, вот этот треугольничек вы можете задевать, и из-за этого у вас он будет не очень красивым. Поэтому, если красиво хотите заточить, ну, вообще не забывайте, присылайте нам этот нож, мы вам его заточим бесплатно, вот, подправим, а если же вы сами точите, то, как бы, вы понимаете, что если даже в профиле или в подобных системах, то просто надо будет два раза регулировать. Также известная, но, ну, тоже старая модель, это модель Pelican. Что про эту модель я могу сказать? Она не такая популярная, как, допустим, Sting и Леру, но она, на самом деле, тоже, как бы, популярна. У нее есть, как мы говорим, свои покупатели, и многие, на самом деле, говорят, что Pelican надо понять. То есть, вот, изначально дизайн, он не всем может зайти, но со временем, поверьте мне, именно обладатели Dagger приходят к Pelican, ну, или Pelican становится их первым ножом Неру, да, что удивительно иногда для нас, а Pelican, он, на самом деле, на шпеньках, в отличие от тех, кто не любит, считает, что это как-то может клинок, что он будет не таким прочным, да, на самом деле это заблуждение, но все же, да, вот, есть такая, как бы, такое мнение, то здесь уже шпеньки, плюс здесь еще есть Wave, да, мы часто это показываем в видео, ну, и с точки зрения заточки, здесь тоже нет никаких проблем, все супер, вот, коломень здесь ставите и пошли, да, то есть, ничего не меняете. Режет, конечно же, очень хорошо, отменно, это лично вот этот мой нож, я его ношу на кармане, поэтому он с темляком, и он мне на самом деле очень нравится, да, вот. Что касается веса, то вес у всех вот этих старых моделей порядка 117 грамм, да, плюс-минус. Теперь давайте перейдем к новинкам, да, и сравним их, потому что у нас в этом году появились новинки, и они очень популярны, да, это Ронин и Квайгер, да, Ронин и Квайгер, здесь уже японские мотивы, то есть мы решили там, да, немножко уйти, мы решили немножко уйти, как это называется, в другие формы, в другие платформы, но тот же минимализм сохраняется, тот же стиль от Даггер сохраняется, та же изумительная механика, то, что вы любите в наших ножах, сохраняется, вот, но что тут другого, и, честно говоря, я могу уже касательно вот Ронина больше даже сказать, ну, во-первых, Квайгер, давайте начнем с Квайгера, такой резак-резак, да, обзор уже есть, если не смотрели на канале, уже есть этот обзор, следовательно, переходите, смотрите, очень легкий, наверное, и все там, да, да, вроде 7 граммов, это ничто, но это среди всех ножей самый легкий нож, который есть у нас, ну, вот именно в сегменте 10-сантиметровых, вес у этого ножа 110 грамм, что тут, тут вся та же подшипники, другая немножко платформа, флипер, ну, и, конечно же, такой тоненький строй клинка, очень агрессивный кончик, да, очень деликатный и агрессивный, вот я сейчас даже чуть-чуть поранился, вот, режет, конечно, очень хорошо, очень удобный, в отличие от базовых версий, здесь у нас добавлен, как видите, стеклобой, да, также есть темлячное отверстие, поэтому, если вот вы хотели 10-сантиметровый, там, данный сегмент для себя, но вот здесь что-то не видели, во-первых, появилось расширение ассортимента, Квайгер, и появился стеклобой, вот, что можно отметить, что клипса чуть туже, то есть если клипса на, допустим, Эрро, Устингах и Пеликанах, она, ну, она тоже тугая, но, если мы берем Ронин, на Ронине она более тугая, да, поэтому вот, как вы любите, да, то есть я вот ношу, на самом деле, два ножа на кармане, и мне нравится, что клипса я вот положил, и нож никуда не ходит, это вот как бы придерживает, вот, но это ваш выбор, самых красных, на самом деле, осталось очень мало, наверное, скажу, там, я думаю, что в этом месяце они закончатся, поэтому, если вы непосредственно хотели красный, то поторопитесь, а так, очередная поставка партии у нас будет уже ближе к осени, осенью, поэтому вот как-то так, вот, ну и Ронину только-только, на выходных вышел обзор, то есть на днях вышел обзор, если не смотрели, то перейдите, посмотрите, это, конечно, тоже такой джентльмен, вес тот же, легкий, формы очень, как бы, как это сказать, минималистические, и очень удобно, эргономика, в руке сидеть отменно, какой же нож, допустим, выбрать, вот, на EDC, да, то есть, на самом деле, конечно же, выбор за вами, но, я, на самом деле, имею опыт носки всех ножей, ну, наверное, кроме Квайгера, Квайгер пока я еще сильно не распробовал, скажу так, во всем есть свои плюсы и минусы, я больше, что мне хочется сейчас носить, иногда бывает ситуация, что вот я не знаю, какой нож взять, там, один, второй, иногда беру два, когда я понимаю, что два, допустим, сегодня много, не под этот, не под одежду, будет тяжело и так далее, то вот, постоянно в таком поиске, иногда бывает, что хочется вся же все взять, да, вот, но я вот, честно говоря, у меня фаворита нету, ну, с точки зрения мод, мне нравится сейчас, да, Ронин, потому что он, наверное, новый, плюс Танто, немножко что-то новое, да, то есть в нашей линейке, мне нравится, как он режет, мне нравится вот этот зуб, который вот у него, ну, вот этот угол, им очень удобно, мне вскрывать, на самом деле, коробки, я это редко делаю, да, но все же, и им нравится, как Танто работает, очень люблю пеликам, вот этот мой нож, тоже часто у меня бывает на кармане, механика тоже бомба, я потом просто все свои ножи, на самом деле, немножко они, во-первых, расходятся, притираются, и ослабляю немножко так, осевые, чтобы вот, ну, как бы, было все вот так, я вот так люблю, даже если у меня иногда, может быть, какой-то, ну, какой-то микролюфт, для меня более важно, чтобы была вот такая, такой эффект, нежели, чтобы было все зафиксировано, ну, это так, к слову, немножко ушел, ну, и, конечно, здесь, к сожалению, вот я просто сегодня, вот, с двумя своими, не взял Эру, Эру я ношу, со Stonewash, вы видели, в инстаграме, этот нож, я его ношу, и он у меня переточен, под 16 градусов, из-за этого подвод он увеличился, и он у меня здесь, с обратной стороны, тоже заточен, да, в инстаграме, если захотите, сможете найти этот нож, ну, он, как бы, эффектно, я его ношу, и он, конечно, за счет этого, что он там переточен, под 16 градусов, режет, как бритва, но, минус очень острых ножей, это, что они могут быстро подсесть, да, здесь тоже, вот, есть плюсы и минусы, поэтому, что касается EDC, там, Everyday Carry, то, я думаю, что, вот, теперь уже наша компания, вам предоставляет, довольно-таки, большой выбор, это, это, как видите, пять моделей, да, но, внутри этих пяти моделей, как вы знаете, есть разные цвета, и накладки даже можете сами подбирать, поэтому, ассортиментная матрица еще больше стала, да, и каждый день можете себе одевать разный нож, там, с понедельника по пятницу, а в выходные можно носить кощей, можно носить виндетту, или же кондора и так далее, но про другие ножи поговорим в другой раз, в общем, спасибо, как всегда, что смотрели, спасибо, что интересуетесь нашей продукцией, что вы нас поддерживаете, всех благ вам и всего доброго, до свидания.